В Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии РФ, как будут распределяться деньги. Верховная Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Он будет финансироваться за счет продажи национализированного российского имущества и национализированных средств. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Телеграм. Деньги из фонда будут распределяться по следующим направлениям. Строительство общественных зданий, ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены вследствие российской агрессии. Реконструкции, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанные с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода. Теплоснабжение, дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг, электро- и газоснабжения, а также ограничения соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены в результате агрессии. Реконструкции, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии. Разработка проектной, проектно-сметной документации для объектов, разрушенных из-за агрессии. Приобретение жилых помещений для украинцев, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены из-за. Боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией. Закупка компьютерного и мультимедийного оборудования, которое было уничтожено, повреждено или похищено для учебных заведений. Напомним, Верховная Рада увеличила расходы на сектор безопасности и обороны на 387 миллиардов гривен в проекте бюджета на 2022 год. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин